Крик о помощи. Британский премьер обратилась за поддержкой к соперникам-лейбористам. На этот отчаянный шаг Тереза Мэй пошла неспроста. Власть ускользает из ее рук. Завтра год, как Мэй возглавляет правительство страны. И сейчас ее позиции слабы, как никогда. Наш британский субкор Светлана Чернецкая продолжит. Она понимала, что придется нелегко. Тереза Мэй возглавила страну после референдума по Брекзиту, когда британцы решили отвернуться от Евросоюза. Мэй стала второй женщиной в истории Соединенного Королевства на посту главы правительства. Ее часто сравнивали с Маргарет Тэтчер. Но, похоже, второй железной леди ей не быть. Этот год показал, удержаться у власти Мэй будет сложно. Брекзит разделил страну. Нет единства и в парламенте. Жизнь премьера усложняют даже соратники по консервативной партии. Не желают выходить из ЕС, как и многие британцы. Поэтому премьер готова сотрудничать даже с оппозицией-лейбористами. Я призываю все партии в парламенте, предлагайте свои идеи. Мы можем расходиться по многим вопросам, но благодаря дебатам и дискуссиям проще найти лучшие пути и лучшие идеи. И в таком духе мы собираемся работать в ближайшие месяцы. Такой призыв оппоненты премьера воспринимают однозначно, как признание собственной слабости. Это самый уязвимый период в карьере Терезы Мэй. И ситуацией собирается воспользоваться. Лидер-лейбористов Джереми Корбин уже распланировал лето. Планирует ездить по стране и агитировать за свою партию. Хочет быть готовым к выборам, как только кабинет Мэй прекратит свое существование. Корбин надеется досрочно возглавить правительство и стать новым премьером Великобритании. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.